Российский крейсер «Маршал Устинов» появился и внезапно пропал в Норвежском море, чем обеспокоил ВМС Норвегии. Транспондер включился на некоторое время 8 января, а потом выключился и судно куда-то делось. Российский крейсер «Маршал Устинов», являющийся двойником крейсера «Москва», пытается скрыть свое реальное местоположение. Мало того, что он практически всегда ходит с выключенными транспондерами, так еще и Россия начала использовать ложные данные АИС. АИС — это передатчик, установленный на судне, который транслирует в радиоэфир определенные данные. Они включают статическую и динамическую информацию. Так вот, в Норвежском море внезапно включился АИС Устинова, недалеко от того места, где были несколько российских военных кораблей и якобы демонстрировали учения. Норвегия подняла самолет-разведчик, который не обнаружил Устинова в указанном АИС местоположении. Устинова там и близко не было. Этот последний трек вызывает подозрения по нескольким причинам. Похоже, что россияне учатся манипулировать данными. АИС возможно манипулировать только в нескольких точках цепочки, но это намекает на полностью ложный отчет. Норвегия пыталась найти крейсер маршал Устинов с помощью своих самолетов-разведчиков. Ведь если кто-то шарится у тебя на заднем дворе, ты уж точно захочешь узнать, что он там делает. Так что самолеты-разведчики некоторое время летали в поисках. Неизвестно, удалось им что-либо обнаружить или нет. Кстати, пользуясь случаем, хочу показать туалеты на собрате крейсера Москва, ракетном крейсере маршал Устинов. Вот этот крейсер Абасаныш плавает где-то в Норвежском море и сеет суету. Если у него туалеты в таком состоянии, то что там с остальным? Судя по техническому состоянию, эта посудина вынуждена часто заходить на ремонт. Возможно, поэтому они и пытаются применять ложные данные АИС. Типа поплавал и оставил ложные данные, что они там есть, а сами поплыли обратно в порт ремонтировать свои загаженные очка. Российские клоуны сейчас имитируют какие-то учения на своих посудинах и норвежские вооруженные силы за ними наблюдают. В частности, за кораблем Адмирал Горшков, который плывет на юг вдоль побережья Норвегии, сообщается, что он несет гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». В общем, Устинов пытается шифроваться и скрывать свое реальное местоположение, ведь это дает определенное тактическое преимущество. В связи с этим, власти Нидерландов и Норвегии прямо сейчас тестируют свои спутники-шпионы, способные обнаруживать вот такие шифрующиеся суда. Я предполагаю, что они также смогут регистрировать ложные сигналы. Так что на каждое действие есть противодействие. Мне понятно, почему Норвегия сейчас крайне обеспокоена незваными гостями, которые шастают практически у них на лужайке. Я думаю, что Норвегии нужно быть готовой к любым ситуациям и держать свои торпеды всегда заряженными.